Здравствуйте! Это проект телеканала ОТС Культурный Максимум. Я Алексей Кудинов. Сегодня я приглашаю вас в путешествие в прошлое и предлагаю представить, каким видели этот мир люди, жившие на территории Сибири веков 15 назад. Кроме того, давайте послушаем будущих звезд Транссибирского арт-фестиваля. Но сначала сходим в театр. В Красном факеле двойное открытие сезона. В начале сентября здесь показали обновленный спектакль «Три сестры», в который ввели несколько новых артистов. Ну а сегодня первая премьера. Спектакль «Мы идем смотреть» Чапаева поставил один из ведущих актеров Красного факела Константин Телегин. Это уже не первый его режиссерский опыт. Но окончательно менять профессию Константин не планирует. Говорит, переделывает сознание на режиссерское поздно и называет себя экспериментирующим актером. В этот раз для эксперимента выбрана история, знакомая многим россиянам среднего и старшего возраста. Пьеса вам знакома, наверное. На основе этой пьесы был снят фильм «Астрахан, а ты у меня одна». Ну, правда, в пьесе там немножко другая коллизия, там есть другие персонажи. Пьесы мне, кажется, гораздо интереснее. Тем более, что играют замечательнейшие актеры Красного факела Андрея Черных, Лена Жданова. И Константин Телегин. И я тоже сыграю. Для тех, кто не смотрел фильм «Ты у меня одна» со Збруевым и Ниеловой в главных ролях, напомню сюжет. Бывший гитарист и боксер, а ныне инженер Тимошин, как и миллионы российских мужчин, терпят неудачи по всем направлениям. Маленькая зарплата, недовольная жена, сознание того, что не удается реализоваться в жизни. На дворе начало 90-х. И, кажется, единственный луч света в темном царстве – работа на американцев. На нее берут не всех, но, к счастью, Тимошина – глава фирмы, девушка, которая когда-то была в него влюблена. Вот он, шанс уехать за океан. Красивой миллионерши, оставив в прошлом развалины союза и семейного счастья. У Константина Телегина и его коллег получилась милая, наивная история с ностальгическими нотками, которая, пожалуй, действительно интереснее фильма. Хотя бы тем, что у Астрахана никакого Чапаева не было. А здесь зрителям показывают немало фрагментов из кино о «Красном командире». Впрочем, хватит спойлеров. Первая премьера сезона удалась. Вряд ли спектакль будут рвать на части кураторы больших фестивалей, но публика точно полюбит. Почти сразу в театре играют премьеру на большой сцене. Спектакль «Достоевский». Это история на основе, в первую очередь, воспоминаний второй жены, Федора Михайловича Анны Григорьевны. Здесь есть некий универсальный сюжет, а именно такая, понимаете, история любви как служения, и как вообще вот это, что это такое, жить, так сказать, с гением. О Достоевском мы обязательно расскажем в новостях. А после будем следить за тем, как работает Тимофей Кулябин. Главный режиссер театра ставит «Дикую утку» Ипсона. Репетиции будут проходить нетривиально. Для того, чтобы понять, как устроен быт этих героев, для того, чтобы понять, как они живут, мы арендовали большое помещение такое, которое сейчас внутри него строится как бы такая большая квартира и студия, где живет вот эта семья из четырех человек. оборудуется. Там же это их рабочее место, потому что главный герой по сюжету пьесы, он фотограф. Вот. И когда мы там это закончим, буквально через неделю мы переезжаем просто в эту квартиру, и репетиции начинают происходить там. То есть от того, как они там заживут, от того, как они там выстроят отношения, как построится их быт, в общем, я уже буду принимать решение, как это выглядит уже потом на сцене. Еще до старта сезона Тимофею нужно было вдохнуть новую жизнь в другую сценическую квартиру, точнее, в дом, где живут герои спектакля «Три сестры». С Чеховым театр отправляется на очередные зарубежные гастроли в Хорватию. Постановке Тимофея Кулябина уже шесть лет. Исполнительница роли младшей сестры Ирины, Линда Ахмедзянова, давно уехала из Новосибирска и прилетала сюда специально, чтобы сыграть в этом спектакле. В театре искали замену. И это было непросто сделать. Я, опять же, об этом узнала, ну, еще когда Линда играла, я видела спектакль уже с Линдой вживую, там, раз в 12. То есть, ну, это прям, ну, я каждый раз я приходила на спектакль. Вот. И, естественно, что она продолжала работать еще там, вот, в театре, и мы увиделись много раз. Я очень много раз хотела начать этот разговор. Мне очень сильно хотелось, прежде всего, извиниться почему-то вот как бы за это. И до сих пор я, честно, мне до сих пор неловко. Даже вот сейчас, стоя здесь, вроде как отвечаю, ну, уже, мне до сих пор неловко, вроде как будто бы я в чем-то виновата. И, ну, наверное, поэтому, хотя я чувствую, что как бы взрослая я должна была бы сказать, давай, ты, а ребенок у меня как-то боится и зажимается. Ну, в этом я себя корю. И, ну, если вдруг Линда это увидит, вот, я, Линда, я постараюсь сберечь все, что ты своими прекрасными, замечательными ручками, своим прекрасным волшебным талантом создала. То, что одни артисты меняют других в уже сделанных спектаклях, обычная практика. Театр – живой организм. Актеры ссорятся с режиссерами, получают травмы, увольняются, рожают детей, умирают в конце концов. Спасти спектакль в таких случаях можно только введя в него нового артиста. С тремя сестрами, правда, случай особый. Анастасия Косенко рассказывает, что чувствовала себя приемной дочерью, которую вводят в новую семью. Спектакль очень сложный. Только на то, чтобы выучить русский жестовый язык, на котором разговаривают персонажи, у артистов ушло два года. После премьеры три сестры ждала «Золотая маска» и гастроли по всему миру, как новичку устроиться в этот спектакль. Это было очень интересно, ну и достаточно сложно. Хоть и роль небольшая, немного текста, но все равно изучение нового языка, ржия, это достаточно интересно и необычно. Но, вы знаете, была такая не то, что трудность, было интересно познать. Вот мы, люди, которые полнослышащие, мы говорим ртом, ну лицевыми мышцами, жестикулируем руками. А люди слабослышащие разговаривают руками, а жестикулируют именно мимикой, то бишь они больше мимикрируют. И вот это было, вот в этом и заключалась работа, как передать эмоцию при помощи мимики больше. В момент первой репетиции это казалось невероятным и невозможным, что это очень сложно, что за такой кратчайший срок это нереально. А после второго занятия как-то все пошло, и вот лично я, ну у меня немного текста, за пять дней я освоил полностью его, и в дальнейшем только в репетициях происходила интерпретация к партнерам, то бишь не только свой текст, но и запоминание текста партнера, чтобы понимать, о чем говорит твой партнер на сцене. Виктор перешел в театр перед этим сезоном и заменил спектакль Алексея Межова, который в свою очередь поменял роль Федотика на Андрея Прозорова. Я любил своего Федотика, вот, и мне, конечно, было так, жалко с ним расставаться, но ничего, это жизнь, вот, Андрей, ну, я подумал о том, что это такая, наверное, уникальная возможность в одном и том же спектакле посмотреть этот спектакль, но с двух немножко ракурсов в том числе. Самая главная сложность, для меня, по крайней мере, это более или менее чисто сыграть на скрипке, там же скрипка еще, это, ну, и куча-куча реплик, потому что физические перемещения, какие-то звуки, что-то еще, это надо все запомнить, потому что в данный момент, когда там что-то ты делаешь, встаешь, идешь, это очень часто бывает реплика для партнера, то есть запомнить все эти мелочи, реплики, это было сложно. Алексей Межов в «Трех сестрах» заменил ушедшего из театра Илью Музыка. Случилась еще одна, выражаясь языком спортивных комментаторов, обратная замена. В спектакль вернулась Валерия Кручинина. Она играла на премьерных показах, затем ушла в декрет и уступила место Клавдии Качусовой. Теперь Валерия вернулась, а Клавдия проверяет на себя роль мамы. У нее и у Ильи Музыка родились три дочери. Вот такой парафраз к названию спектакля. И вот так жизненные обстоятельства артистов влияют на судьбу только одной постановки. В начале сентября обновленные «Три сестры» дважды увидела публика. Это были закрытые показы для студентов и театральной общественности. Спектакль берет курс на Загреб, а в Новосибирске обновленную версию можно будет увидеть в конце октября. Часто ли молодые пианисты из музыкальной школы или училища могут работать под руководством именитых столичных профессоров? Нет, конечно. Это возможно на Транссибирском арт-фестивале. Сейчас, в межсезонье, в городе прошла образовательная часть этого большого культурного форума. Транссибирский арт-фестиваль находится немного в тени основной. Оно и понятно. Концерты звезд мировой музыки привлекают больше внимания, чем мастер-классы для молодых исполнителей. Но именно эта рутинная работа помогает воспитывать тех самых звезд. Я вообще не часто участвовал в мастер-классах, в принципе, в мастер-курсах. И у меня подобных пятидневных, чтобы было пять подряд уроков, ни разу не было. Это первый раз. И здесь хочется большое спасибо сказать Транссибирскому арт-фестивалю, Вадиму Репину, художественному руководителю и Дому культуры «Энергия» за то, что они предоставляют молодым музыкантам такую возможность позаниматься у мастеров своего дела. Особенно в наше трудное ковидное время, когда сложно куда-то выехать и что-то организовать где-то за пределами страны. С молодыми новосибирскими исполнителями неделю работал Александр Сандлер, известный педагог, подготовивший лауреатов конкурса Чайковского, один из ведущих профессоров Петербургской консерватории. Я смотрю, что они играют по репертуару, как-то пытаюсь угадать, какие могут быть с моей стороны действия. В целом хороший очень уровень подготовки и способные ребята. Они все разные, с разными какими-то достоинствами, небольшими недостатками, но все хорошие. То есть, в принципе, все 10 этих заявок были весьма достойные. То есть можно было любого брать. Из 10 заявок на мастер-курс профессор выбрал 6. Старался, чтобы попало как можно больше детей, хотя и с 18-летними пианистами есть над чем работать. Техника и какие-то элементы стиля. Как лучше раскрыть произведение, какую программу играть в будущем. Со всеми педагог говорил о чем-то индивидуальном, полезном именно этим исполнителям. В конце курса концерт. Именно его кадры вы видите. После концерта разбор полетов. Что получилось, а что не получилось. Мне очень понравилась работа над звуком и над стилистикой каждого произведения. Я думаю, что, конечно, больше идет работа на будущее. Это гораздо важнее, чем концерт. Потому что он показывает, скажем, горизонт и как работать дальше, вперед. То есть на длительное время. Это гораздо важнее, чем подготовка к концерт. Но, конечно, и к концерту тоже какие-то вещи говорим. Этот опыт, конечно, поможет молодым пианистам. Кто знает, может быть, в следующем году кого-то из этих исполнителей публику услышит и в основной программе Транссибирского арт-фестиваля. Это семисуставный столб. Находясь здесь, я могу совершить путешествие в верхний или в нижний мир. Достаточно нажать кнопку. Этот столб установлен в Новосибирском краеведческом музее. С одной целью. Для того, чтобы мы сегодняшние могли представить, каким видели этот мир люди, жившие на территории Сибири полторы тысячи лет назад. Но им точно не нужны были для путешествий вот такие технические ухищрения. В таком месте, по представлениям древних жителей Сибири, можно было изменить свою жизнь. Здесь, на мосту между верхним и нижним миром, можно попросить о чем-то сокровенном духов. Главное отличие от наших, от этих древних людей, в том, что древний человек не сомневался, что он своим простым действием может изменить мир и Вселенную. Так вот, предметы, которые представлены здесь, это те самые медиаторы, через которые древний человек, например, он изготавливал подобную птицу. И приходил в специальное место и просил духов, принося им в жертву эту птицу, чтобы что-то изменилось в его жизни или даже на этой территории. В основу выставки «Дети неба» легли предметы, обнаруженные новосибирскими археологами три года назад в Сузунском районе. Тот клад принес науке более двухсот предметов культового литья. Это была настоящая сенсация. Часть артефактов в музее уже показывали, но в этот раз хотели большего. Объяснить через эти предметы картину мира, в которой не сомневались коренные жители Сибири. То есть это вот то существо, которое спускается и приносит душу, или когда человек умер, оно спускается и забирает. Мы, если быть честным, например, сейчас я смотрю на вас и не могу угадать со стопроцентной точностью, о чем вы сейчас думаете. А мы с вами живем в одном городе, в одно время и в одном пространстве находимся. А если говорить о том, что значили эти предметы для древних, мы можем только очень широкими мазками сказать. Но совершенно точно мифология свидетельствует, что образ птицы – это попытка обращения к верхнему миру, это одно из существ, дававших вверху. Если вы посмотрите на противоположную сторону, то здесь изображены медведи. На самом деле, очень, кстати, любопытный факт. Медведь, он путешествовал в тот самый Нижний мир, и по одной из мифов и легенд он его охранял, охранял вход. Верхние и Нижние миры, в которые с помощью фигурок птиц и людей или медведей путешествовали древние сибиряки, не тождественны христианским представлениям о рае и аде. Не значит, что Нижний мир – это плохо, а Верхний мир – это хорошо. Нет, это про разное. Верхний мир – это, по мнению, например, тех же хантов, у человека было вообще несколько душ. То есть вот считали, что, например, у женщины 5 душ, и вот по определению мужчины от 5 до 7, но считали они, что одна душа непременно уходит наверх, вторая душа непременно уходит вниз, то есть третий, четвертый, пятый как-то там путешествует. Это история про то, что плюсов и минусов не существует. Это просто разные пространства понимания мира. И главное это в том, что, например, мы сегодня считаем, что для изменения нужны какие-то особые условия, особые какие-то ритуалы или что-то еще. А не нет. То есть, наверное, я убеждена, и этнография нам это показывает, что человеку не нужно было специально входить в трансы и так далее, и так далее. Обычно даже человек, не шаман, мог пользоваться этими предметами в процессе своей жизни, потому что у него не было этого раздела. У него в лесу это все и происходило. Вот у него в лесу был в определенный момент верхний мир, в другой момент нижний мир, потом он находился в среднем. Реконструировать такую картину мира помогают видеопроекции. Нажимаешь кнопку, и лес вокруг меняет свои свойства. Темнеет, переворачивается, но остается все тем же лесом. Еще один способ рассказать о верхнем и нижнем мире – музыка, которую написали и записали. Для этой выставки сибирский композитор, живущий в Париже, Станислав Маковский и Евгений Новиков – саксофонист, которого чаще можно встретить в Амстердаме или в том же Париже, а не в родном Новосибирске. Мы написали, я не знаю, сколько часов музыки, но где-то около 3-4 часов музыки мы записали в общем для 20-минутного проекта. И уже из этой всей массы музыки мы уже выбирали, даже режиссер уже выбирал, что нужно побольше такого, побольше такого. Вот может быть это подойдет для верхнего мира, то есть это очень хорошо, вот это может быть нет. Были такие вот дискуссии. Это музыка, которая записана посредством живой электроники, посредством технологий. В перспективе, конечно же, есть возможность ее отобразить как-то на нотном стане, но это совершенно необязательно. Я думаю, что в этом смысле мы в чем-то перекликаемся, безусловно, с людьми древними, о которых мы рассказываем. Конечно же, у них не было технических возможностей, что есть у нас сегодня, но принцип создания творческих объектов, творческих материй, я думаю, был во многом схож. В музее надеются, что выставка «Дети неба» поможет нам лучше разобраться в своих корнях. Представления о верхнем, нижнем и нашем среднем мире никуда не делись. Они – часть того, чем сибиряки отличаются от жителей других регионов планеты. Это все на сегодня. В следующей программе будет много выставок. В Новосибирске открылась международная триеннальная графики, и сразу за ней – фестиваль современного искусства «48 часов Новосибирск». Мы будем работать и там, и там, и о самом интересном расскажем в культурном максимуме. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова